Музыка Когда от новогодней ёлки остаются палки, и праздники, казалось бы, заканчиваются, продолжить народное гуляние разгулом очумелый... Грустно, когда ёлка, которая радовала нас непродолжительное время, вынуждена покинуть дом и очутиться на помойке. Для того, чтобы смягчить эту грусть, мы предлагаем оставить от этой ёлки ряд очень хороших изделий. То есть, иголки можно сохранить, набив ими подушечку и вспоминать потом праздник. Ну, я сейчас не об этом пойду. Желаю. От ёлки нам нужно оставить вот такие вот части. Это те, откуда ветки растут. О, вот откуда ветки растут. Их необходимо аккуратненько вот так вот обрезать. Если вот эту вот часть сделать длинную, то поставив на подставку, можно вообще сделать такую огромадную вешалку, на которой можно вешать шляпки. Шляпки, да, выше. Там выше, да, что угодно. То есть, для всех возрастов получается, что каждому росту в доме найдётся своя вешалка, да? Подходит. Раз, подрос ещё. Раз. И так далее. А из более тонких веточек можно сделать якорь для рыбаков. Привязать сюда верёвку. Да, не тонущие тростники вот так. Раз, и браконьера за трусы вытащить. И всё. Или охотоведа и рыбнадзоровца. Так? Да. Вот. Вот из этой средней части нам нужна совсем маленькая часть. Это повыше берёвка. Да, либо повыше. Вот она здесь вот. Всё просто. Так. Лёгким движением идти при помощи... Ну, нужно одним ударом топора, но это мало у кого получится. А так лучше надёжнее. Надёжнее. Обычно. Да. Берём и... Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот я. Не тык-тык-тык. Это стамеской. А жик-жик-жик – это пилой. Жик-жик-жик. Конечно. Запомню. Хорошо. Жик-жик-жик – это пилой. Получились вот такие две детали. Очень хорошие. В этих деталях... Можно сюда ручки приделать, нос сюда такой. Это не серьёзно. Это играшка такая, как говорят. Это у вас, как говорится. Ну, это у по-украински. А, хорошо. Делаются два отверстия. Я думал, это вы на мою бескозырку тут намекаете. Да. Ну ладно. Дальше всё очень легко и просто. Вот буквально в режиме реального времени. Одним взмахом отвертки Андресанович превращает. И так. Вот это вот, вот эти вешалки. Такое может пригодиться в бане. Ну куда? По-разному можно использовать. Можно игровой вариант применить. И вот такой вот на ботике Петра Первого деревянного. Кстати, видите? Не боится тряски никакой. Качки. Да. Ей в миру очередной шедевр. Трючка творчества. Очумелые ручки от себя могут пожелать. Пусть от праздника остаются не только приятные впечатления, но и полезные. Пока все дома. Пока все дома. Пока все дома.